Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала, да-да-да-да, и давайте мы с вами подведем итоги, итоги 2018 года, что у нас было, и давайте начнем потихонечку и издалека. Первое, я в World Class ходил 122 раза, если учесть, что у меня 3 раза был отпуск в этом году, то это довольно-таки неплохо, плюс еще я в отпуске, да, ходил на тренировки, плюс я еще там пробовал бегать и так далее, и я могу сказать, что раз в 2 дня я посещаю спортивную секцию, супер, да, конечно, супер. В этом году я похудел на 20 килограмм, я вешу 99, весил я 119 килограмм, я похудел на 20 килограмм, поддерживаю себя в форме, в общем, все супер, все классно. В этом году я отказался от напитков, которые у нас всякие колы, там подобные, спрайты, я отказался от этого, и тем самым пытаюсь вести здоровый образ жизни. В этом году, да, да, в этом году я отказывался от алкоголя и отказался от алкоголя, от пива, тем более, я никогда в жизни не пил ни водку, ни вискарь, но я отказался еще и от пива. В общем, супер, все классно, и больше, чем полгода я не употребляю этот святой напиток, да, да, да. В общем, я покинул тех людей, которые, как бы вроде не алкаши, ну, пивко иногда выпивают, я это покинул. Осталась только злая привычка, это кальян. В этом году у нас было более 500 прокатов, более 500 прокатов, а это значит, что 2 проката в день было строго. В этом году, в этом году было продано, продано, 96 квартир, было 96 сделок. Да, из них 4 дома, остальные все квартиры. 96. 96, почему? Это за те, которые отдали мне деньги, плюс еще за те, которые мне деньги должны. Огромный привет с жилым комплексом «Радужный». Поэтому в общей сложности 100 сделок прошло в этом году, а это значит, что сделка одна проходит в раз в 3,5 дня. Супер, да, конечно, супер. Опять же, в этом году мы с вами побывали в Тунисе, мы с вами побывали во Вьетнаме, мы с вами побывали в Италии, в Испании, во Франции. Все это снимал, показывал, все было супер. В этом году было потеряно, потеряно 3 квадрокоптера, 3 квадрокоптера было потеряно, ну, ничего страшного, не долетели. В этом году мы с вами на автомобиле проехали от Орска до Сочи, было все супер, все потрясающе. В этом году мы съездили, поздравили маму на день рождения, сделали сюрприз. В этом году, конечно же, да, уже почти ушедший год, мы с вами съездили в Анапу, в Геленджик, познакомились очень много с застройщиками, да, были в Крыму на побережье. В общем, на этом мы все с вами сделали, вы виртуально были везде со мной. В этом году мы с вами 72 раза побывали на Краснополяне, 72 раза. Это прокаты, лыжи, еще что-нибудь. В этом году, конечно же, я 26 раз был на рыбалке, это супер, это потрясающе, да, да, 26 раз я сходил на рыбалку. Нормально, нормально. В этом году ко мне три раза приезжал мой друг Алексей, мы с ним ходили также в баню и так далее. В этом году Максим ни разу не искупался в Черном море, ни разу не искупался, хотя нет, он врет. В Крыму он один раз искупался, один раз в Черном море. Ну, бывает, не получилось, не форстануло, как говорится. В этом году мы продали в общей сложности 3800 квадратных метров. 3800 квадратных метров. В этом году у нас было проведено 11 ипотек Сбербанк, 3 ипотеки ВТБ и еще и целая куча ипотек в жилом комплексе Радужной по внутренней ипотеке. В общем, в этом году было все интересно. Что касается личных каких-то целей, личных амбиций. В этом году я родителям купил квартиру, да-да, в жилом комплексе Кватро. Я купил для них квартиру и жду, когда наконец этот жилой комплекс достроится. И на следующий год, надеюсь, что мои уважаемые, любимые родители будут жить в Сочи. В этом году я взял и на себя одел такой хомут, хомут жесткий одел. И я смог в этом году, да, купить квартиру в ипотеку, но взял для своей любимой дочери. В этом году я купил себе автомобиль RAV4. Это как бы и радость, и разочарование два в одном. В этом году я не смог продать BMW кабриолет, но я решил оставить себе перекраску в красный цвет. И, в общем, много чего там переделали, скоро вы это увидите. Да-да-да-да. В этом году переехал мой родной, мой любимый брат в Сочи. И здесь работает, и иногда мне очень хорошо помогает. Ему огромный респект и уважение. Ну и в этом году самое главное, у нас уже 19,5 тысяч. 19,5 тысяч тех людей, которые подписались. И ни за одного я ни копейки не отдал. Вы просто пришли по интересу, просто пришли. И, конечно же, в этом году на редкость было очень много хейта в мою сторону, много чего. Но ничего страшного, мы встретились, мы прошли все это. В этом году я побывал на форуме в мае месяце, побывал в Санкт-Петербурге и выступил просто на отлично. В этом году, да, мы прожили с девушкой, с моей любимой девушкой, прожили год. И мы с ней не ругались ничего, и было все супер. И, может быть, может быть, на следующий год мы узаконим наши отношения. Это же супер, да, конечно, супер. В этом году, ребят, в этом году, блин, столько было встреч, столько было это, столько всего произошло, вы даже представить не можете. Это просто жесть. Можно посмотреть мой канал и все это увидеть. В этом году я столько снял видеороликов, блин, даже страшно становится. И в этом году я улучшил свой контент, специально старался для вас. Ну и, конечно же, теперь я хотел бы поздравить вас с этим уходящим 2018 годом. И хочу пожелать в 2019 году, чтобы каждое ваше желание, каждая ваша фантазия, каждая ваша, вот я не знаю даже, как это назвать, мечта превратилась в цель. И вы к этой цели пришли. К цели нельзя прийти, если не перекладываете силе. Надо пахать. Реально нужно пахать, пахать, еще раз пахать. Поэтому я желаю, чтобы каждое желание, чтобы каждая ваша мечта превратилась в цель. И чтобы в 2019 году вы, когда стояли вот так же, как я сейчас стою перед вами, стояли перед своими родными и близкими, сказали, я добился всех поставленных задач, я добился всех поставленных целей, я молодец и так далее. Потому что нужно себя иногда хвалить, реально. Я могу сказать, что моя дочка в этом году закончила 10 класс. Я хочу закончить 10 класс. И на следующий год, чтобы она пришла в 11 и, конечно же, поступила, как вы думаете, куда? Все верно, чтобы она поступила у нас уже в институт. В этом году много чего было хорошего. Но в следующий год я хочу, чтобы лучше предыдущего. Чтобы на следующий год те, кто хотел приехать в Сочи, приехали. Те, кто хотел купить автомобиль, купили себе автомобиль. Те, кто хотел купить квартиру себе в родном городе, чтобы купили. Тот, кто хотел всю жизнь съездить куда-нибудь на отдых, я хочу, чтобы вы съездили. Потому что, как говорила одна моя знакомая, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Реально можно все, что угодно. Все в ваших руках. Кто-то сейчас скажет, блин, поздравляешь, как какой-то бизнес-тренер, поздравляешь, как какой-то инфо-цыган. Нет, ребят, я не хочу какие-то морали читать, я не хочу пропаганду что-то вести. Я хочу, чтобы каждый из вас просто был счастлив. Просто, знаете, счастье, оно рядышком. Для меня счастье, это чтобы рядышком была любимая девушка, чтобы у моих родителей было все хорошо, чтобы у моего брата было все хорошо, чтобы у моих подписчиков все было просто на отлично. Чтобы в Сочи не было никаких катаклизмов, чтобы войны не было в России. Вот в этом есть и заключается счастье. На самом деле, я непредседательный. Вот, наверное, кто-то скажет, ты в этой рубашке уже 4 года, да хоть 5 лет. Я непредседательный к одежде, ничего. У меня другие ценности в этой жизни. И вам желаю найти вот тот момент, где вы будете счастливы. Поэтому, ребят, я вас поздравляю с наступающим 2019 годом. Желаю всем добиться всех целей, которые вы себе поставили. И желаю вам, конечно же, простого человеческого счастья. Поэтому приезжайте в Сочи и я, да-да-да, я-я-я-я, до 10 числа я работаю. И обязательно, обязательно я с вами встречусь, обязательно я вам проведу экскурсию. Обязательно я все покажу, все, что только можешь показать. Ну и, конечно, ребят, я хочу, чтобы все у вас было на следующий год вот так. Ну и типа вот смотрите, вот здесь вот типа вот я так вот беру, там взрываю, так все расслабляется. Там вылазит снегурочка. Ну вот типа вот так должно было быть. Ну так не получается, потому что так получается, что я один. Я один сейчас остался здесь и считаю, что если бы я не записал бы видеоролик, было бы не то. Все, ребят, еще раз вас с наступающим новым годом. Ну и, конечно, по традиции, выпьем за проходящий, за уходящий 2018. Пусть все останется там, плохое, а хорошее будет только впереди. Все, ребят, с новым годом!